привет друзья сегодня у нас в гостях элла вы ее знаете и ее такая же прекрасная сестренка женя вы ее пока еще не знаете сегодня девчонки уже тренировались но так немножечко пришли в гости к нам зал покажет вам какие-нибудь упражнения насколько знаю уже не скоро соревнования тоже почему уже не сейчас уже и может не тренироваться тяжело потому что уже у нее идет ну что у нее уже все хорошо процесс подготовки когда готовишься к соревнованию вот именно последнюю неделю идет процесс ты пришел когда она уже слушаться вы видите что они уже очень мало и чтобы не перегружаться она должна делать что-то чтобы не уже совсем и поэтому некоторые такие принципы упражнения много повторка грубо говоря когда говорят в общем ты совмещаешь две должности старшей сестры и тренера и много других и диетолог выражать свои мысли на русском сложно я сначала думает но тебе легче я забыл русский английский не выучил еще одно из упражнений который я лично очень люблю именно вот в этот момент когда она уже практически готова пойти на стену и сил нет из-за диеты такой это упражнение она работает на будет то есть ягодичную ягодичную мышцу и мышцу как это называется бицепс бедра то есть как это выполняется упражнение я сейчас покажу уже не будет ставьте ступню полностью на платформу или на степку на небольшую степку кому это сложно можно выполнять даже вот на таком подъеме даже вот на таком по мосту потому что это упражнение оно требует не только силы ног но еще и баланс поэтому кто не может совмещать эти вещи то давайте не вставать а потому что во первых строках это очень важно здоровье значит так ступа ступня на нашем квадрате как вы хотите назвать встаете на носочек ваши шолдеры ваши плечи прямо можете не отвозить назад но не западайте вперед думайте вы отталкиваетесь носочек встаете на носочек встаете на носочек даже не нужно выпрямляться полностью да у вас идет работа на ягодичную мышцу и вот таким вот способом то есть мы делаем три подхода иди ко мне будет лучше слышно Женя будет показывать отлично Женя будет показывать три подхода по 10-12 повторений и сразу тут же чувствую не западая плечиками вперед чувствую прочувствую вот это через ягодичную мышцу нога которая задняя скажем так она всегда на носочке всегда на носочке чтобы не вставать на ступню потому что если она встает на ступню то тогда у нее будет включена больше квадрицепс квадрицепс да не нужно вот небезопасней чтобы она ножку полностью на опоре она должна была быть полностью на опоре у тебя пяточка немножко висела опасно дальше еще дальше еще да вот так молодец ну Женя как мы видим у нее с балансом все отлично поэтому она может выполнять это упражнение и на высоком на высокой опоре а можно девчонки будут спрашивать вот если им тяжело можно руками баланс ловить в стороны вот можно но старайтесь как я и говорила может быть тогда начинайте на менее высокой к примеру на лавке вот нужно делать да ну лавка сама по себе не очень стабильная просто она мягкая да и стабильность немножко нарушается ура то есть вот это упражнение мы выполняем три подхода по 10-12 повторений если кто-то хочет можете отяжелиться взять небольшие горшинки и так далее это одно из этих упражнений второе упражнение очень простое я его делаю всегда я никогда его не меняю никогда его не убираю я всегда его рекомендую я люблю в ходьбе пойдемте в ту комнату тогда там будет удобнее там будет ходить как ты себя чувствуешь на диете я не на диете диета это у больных у больных ну как ты себя чувствуешь на предсоревновательном рационе питания так как это мой третий год то и относительно это мой первый преп в этом году я себя чувствую прекрасно нет никаких подавленных состояний там бывает моментами но так как ты уже знаешь как с этим бороться то ты просто проще используешь а ты продолжаешь танцевать я знаю там танцами занимаешься я продолжаю танцевать да каждодневно место аэробики это у тебя мы стали включать ее танцы как часть аэробики вообще круто особенно то что ты любишь да и зумба именно потому что дэнс фитнес и она я ее танцую с уклоном спортивным еще больше мы оставим тогда подписчикам нашим твой инстаграм где они смогут любоваться что я делаю как и танцуешь спасибо и да ну помогает мне отрабатывать технику еще и при движении баланс очень 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 люблю и баланс посмотрим удлинение что элла нам расскажет как я говорю несколько вариантов если вы не хотите или у вас нет например площади где делать делать их стационарными пока не научитесь делается стационарно просто важное для меня чтобы вы не западали сильно плечами вперед можно немножко наклониться тогда будет идти растяжка вашего бицепса бедра ягодицы правильно вот егор будет меня управлять на русском языке он знает о чем я говорю потому что у меня все время попадают русские названия а можете использовать уже утешение ну вот например для женщины сейчас не нужно ее не нужно потому что она сейчас должна оставаться активной посылать кровь постоянно к мышцам но на рост мышц уже не идет набор мышечной массы она уже сделала домашнюю работу давай мы женю заставим делать а ты будешь комментировать коленочкой касаться не обязательно можно не пружинить но вот так она делает правильно главное держаться в балансе вы знаете меня задают вопрос иногда нужно ли ставить ножку в сторону когда обязательно хотел сказать потому что вы будете сохранять равновесие баланс да будет клонить ни в сторону никуда это это отвечает за равновесие но мне задают вопрос если это отвечает еще за какие-то функции нет это не отвечает джене еще сейчас давай еще на слушай ну скажу честно уже не просто шикарно я не видел такой техники у нее шикарная молодец она молодец и вот это упражнение будет держать ваши ножки ваши ягодички и обратите внимание как плечи она держит ровно не выводя ни одно плечо вперед потому что многих разворачивает это очень молодец она делает очень хорошо это вот одно из упражнений как я и говорю одно из моих любимых упражнений ей у меня хороший учитель правильно правильно надо сестру свою квалификатору положила столько усилий и времени теперь еще одна вариация тех же выпадов выпадов да но потому что некоторым нет мне неудобно когда я держу в разных руках в обеих руках типа клоя вариация такова держите о это вообще круто не старайтесь схватить огромную огромную тяжесть что-то делать точно так же шагаете приседаете ножку ставить это усложняет еще на самом деле упражнения но облегчает вы тогда точно не западете плечами у вас спинка будет ровненькая и вот смотрите несмотря на все как мы относимся к Жене обратите внимание как делает Элла как я всегда говорю сначала подставьте ножку к другой ноге перед тем как сделать шаг потому что у вас если вы не тренированный человек будет получаться что вы падаете а здесь нужен делать выпад подставили ножку следующий шаг подставили ножку следующий шаг теперь мы все знаем что база необходима без нее никуда то есть все спортсмены чтобы они не говорили начинают с базовых упражнений всегда но в дальнейшем это Элла говорит специально для зрителей моего канала ну не спорим дискутируем просто я вышла из гимнастики конечно я делаю базу всегда ее делаю с нее я начинала но для разнообразия скажем вот опять же в ее случае да в Женевом случае если сейчас не нужно тягать поэтому мы будем делать опасно даже сейчас тягать приседания без веса но это будет дабл сначала она расставит ножки шире чем плечики отведет носочки плие? да плие нет плие мы сейчас не будем делать плие это вот это имеешь в виду а не просто вот мы все в России плие называют вот эти приседания когда широко поставила ножки еще одну вещь я сейчас сразу сделаю что я всегда люблю делать чтобы больше работала задняя сторона ноги бицепс бедра да она будет приседать она будет приседать 10 раз медленно вот так она отводит ягодички назад тянет ягодичку тянет бицепс бедра ягодичную мышцу в то время я забываю русское это название мне говори по-английски хэмстринг мне больше нравится так уже вот так вот молодец видите когда Женя выходит наверх она что называется сквиз как ты скажешь зажимает сжимает да сжимается ягодички дает работу а теперь Женя ты будешь делать 10 пружиночек не вставая просто посылая что называется экстра кровь импульсы туда уже просто как бы добивая эту мышцу вы можете добавить немножко веса либо не добавлять некоторые любят делать эти упражнения с резинками на ноги да на ноги для экстра молодец ну мы так в тестовом режиме чуть чуть Женю сложно загнать да она у нас как батарея не знаю но думаю что что то хорошее что такое упорное это типа характер нет это как такое животное так здесь в принципе дикое дикое давайте пойдем еще покажем вот это упражнение ну конечно лучше бы нам на степ но можно и на скамейку в принципе это тоже видоизмененный выпад как выпад правильно сейчас я быстренько подвину чтобы нам не мешать молодому человеку безопасность превыше всего так это вот такой выпад он немножко усложнен его мы делаем без веса опять же ножкой наступаем полностью стопа стоит и уходим вот так назад той же ногой которой зашагиваете прям подальше да стараешься тянуть это упражнение тоже мы делаем не надо так быстро но стараемся не западать плечами вот это сейчас замечательно но здесь я так понимаю работает вообще весь комплекс ног ягодицы здесь работает весь комплекс ног да когда меня спрашивают какие упражнения лучше делать сначала какие потом но если вы делаете базу то вы знаете что сначала вы делаете самые тяжелые упражнения такие как приседания а уже что-то такое легенькое вы оставляете на потом функциональном тренинге вот таком это абсолютно неважно если вы не утяжеляете то вы можете делать эти упражнения в любом порядке в каком вы хотите но нужно сказать что все-таки такие высококоординационные упражнения они тоже относятся к разряду сложных очень сложные и если вы их может принять будете делать после тяжелых приседов то координация может быть даже чуть нарушена ну обычно я говорю вот именно тренинг отдельный такой лучше делать все правильно это все-таки не совмещать лучше все-таки да такой тренинг с очень тяжелым базовым единственное что я да совмещаю иногда даже когда я делаю например вот базу я все время Жене немножко как на добивку что называется мы делаем плаио мы делаем вот какие что это такое плаио а плеометрику да вот это еще один я тоже люблю я перед хоккеем так всегда делаю это прекрасное упражнение поставить между вот Женя сейчас еще раз делает вот хорошее упражнение поставить где-нибудь вот так вот между чего-то да вот это тоже вариация вариация такая ну вот вы давно просили посмотреть как тренируется элла элла тренируется насколько я понимаю вот постоянно вот именно в таком режиме больше интенсивности потому что я стою как вы понимаете я сейчас немножко уже не выступаю тогда ну и форму ты уже сделала какую хочешь для себя да и поэтому я делаю больше функционального где я могу совмещать и силовую тренировку с кардио тренировкой это более как бы такой как сказать фан тебе приятнее в общем работать да мне веселее девочки все-таки не зря любят больше танцы, фитнес потому что Женя танцует Женя у нас танцует она очень продвинутая у нас в этом плане не только спортсмен но и танцор вот она у нас молодец будет выступать и голос спасибо тебе надо будет как-нибудь выбрать время чтобы Женя меня поучила танцевать и снять это это будет очень смешное видео еще одна очень важная вещь о которой я хотела сказать для меня опять же в период такой для Жени я сейчас ищу где нам стать может быть мы пойдем вот где она может опереться это вот ну вот в любой здесь в принципе к тренажеру? конечно конечно тренер что скажет то и будем делать в принципе это можно выполнять а вот сзади смотри есть это с этой стороны вон с той стороны вот это как раз такая штучка значит с этим упражнением конечно я советую одевать резинки вот сюда окей но сейчас уже нет резинок это не важно мы вам просто покажем само упражнение его я просто его можно включать либо на разогрев либо уже под конец когда под конец это махи мы все их знаем но прорабатывается покажи как делать именно вот правильный мах на ягодичную вот во-первых ножку отводим опять же не западаем держим спинку ровно держимся я не ставлю ногу я просто делаю пружины даже не касаешься не касаешься я чувствую вот эту часть даже на какую часть ягодичная мышца это малая большая средняя это больше как на среднюю на большую и вот делаем даже сейчас делая я чувствую как работает моя мышца и это вообще чувствительно если вы еще одеваете на себя резинку то вообще отлично то есть вы делаете прекрасно вот хочу извините обращаю ваше внимание многие спрашивают там когда отдавать ребенка куда посмотрите вот на Элу гимнастика это мать всех других спортивных наук если вы будете ваш ребенок будет заниматься гимнастикой вы будете универсальным солдатом который может переквалифицироваться потом куда угодно вот посмотрите как у нее поднимается как работает мышца да вы даже можете видеть работу мышцы мы даже можем потрогать да потрогать очень очень хорошо да это очень эффективно вот именно на добивку после особенно после ног потому что это легко вот после приседов тяжелых это шикарно нагнать ваши гормоны с помощью кровью именно в ягодичную мышцу это очень хорошее упражнение особенно я вот рекомендую конечно одевать резиночки это один вариант или утяжелитель на ногу нет утяжелитель это уже все таки упражнение такое все таки тяжеленькое а вот именно на добивку после тяжелого упражнения это вот шикардос что называется а другое что я делаю это махи в сторону и мы выполняем не двигая туловище как и всегда как и всегда просто вот таким вот способом но это опять же работает на разогрев это работает на верхнюю часть помогает что называется избавиться как это по-русски я не помню это уши как они там называют уши да то есть вот Женя отлично у нас делает она танцор молодец спортсменка комсомолка просто красавица молодец вот в принципе несколько таких упражнений упражнений очень много а если у вас возникают какие-то вопросы именно по тренингу что называется я понимаю что девочкам сложно и если вы только начинаете то старайтесь тренироваться со знающими людьми чтобы вас могли откорректировать чтобы у вас была правильная техника потому что сложно переучиваться кроме всего прочего вы хотите быть здоровыми а не искалечить свое тело мы ведь все-таки приходим сохранить улучшить возможности здоровье вот так что-то ты хочешь добавить от себя что какие у тебя есть любимые упражнения которые ты делаешь ну я люблю совмещать я хочу просто сказать что даже если вы будете поднимать всегда надо менять установку упражнений я нашла свое счастье между танцами и поднимая и тяжести и делая многоповторку да и но то есть ты зато за периодизацию да у нас за периодизацию я за периодизацию я за периодизацию мне очень тяжело по-русски говорить так еще и правильно поэтому извиняюсь за ранее я знаете хочу сказать что я как-то не меняю вообще тренировки в плане что вот меня спрашивают а как вот если ты меняешь что-то нет я не меняю я использую ту же базу конечно которая есть от которой никуда не уйдешь но может быть для себя я сделала какие-то ее более фан что ли более энергичные более веселые вот именно в тот момент жизни где я сейчас нахожусь получаешь удовольствие от тренировок вот и я хотела добавить что первым делом я атлет я получаю удовольствие от того что делаешь делаю эти упражнения и то тело которое я получаю в результате в результате это просто уже дополнение к тому что я уже люблю делать поэтому танцуйте зумбу слушайте свое тело это самое главное что бы вы ни делали вы всегда должны и свою старшую сестру да слушайте свое тело и свою старшую сестру девчонки предвкушая все вопросы от девочек которые будут под этим видео скажите сразу как бороться и как настраивать себя вот с правильным питанием потому что тренировки тренировками но вы сами знаете что основная масса людей не может отказаться от вредности от вкусняшек вот какой основной совет вот понятно что это нужно прийти к этому поставить цель когда приходят ко мне первый вопрос который я задаю насколько вы мотивированы потому что если у вас есть цель и гол как моя сестра не скажет то вы будете стараться без того чтобы изменить свое питание мы не называем это диетами мы все время с Егором говорим о том что диета для больных для больных а мы люди здоровые мы питаемся правильно у нас зож окей у нас здоровый образ жизни вот и зож как говорится не будем говорить это слово нехорошее но есть у вас гол есть у вас цель вы к нему идете изучайте не бойтесь все время каждый эфир когда мы с Егором ведем мы все время говорим задавайте вопросы есть вопросы задавайте нет глупых вопросов особенно если вы как женщины находите себя в такой ситуации где вы после развода или после рождения детей наоборот самое время измениться я так и нашла зумба и тренажерный зал и компетишнс они поменяли мою жизнь полностью я нашла смысл жизни я нашла новых друзей потому что если вы будете себя окружать с такими же позитивными людьми которые заинтересованы в том же самом вам будет от этого более интересно и приятно находиться там поэтому это самое лучшее время если у вас какие-то жизненные препятствия чтобы начать такие я правильно тебя понял ты имеешь ввиду что перед тем как вообще что-то начать делать нужно изменить образ мышления да и подход вообще к этому всему ну иногда лучше просто прийти и не бояться и потом начать и делать то есть война план покажет да дайте да дайте себе пообещайте себе хотя бы две две недели и вас затянет вы не сможете уйти потому что две недели если вы адекватный человек если вы адекватный человек привыкание но адекватных людей не бывает но как только вы увидите результаты то не захотите еще больше и потом это переходит в другую стадию аддикшн аддикшн как это ну да аддикцию другую стадию мы такие вдвоем не знаем как это по-русски сказать поэтому просто попробуйте но обязательно возьмите обратитесь за помощью профессионалов да спасибо девчонки пишите ваши комментарии друзья и если вы захотите то девочки придут еще как-нибудь или мы к ним в гости в следующий раз придем у них тоже прекрасный зал тоже во Флориде и мы вам покажем как и что любые вопросы какие есть к Егору пожалуйста либо на нашу страничку вот инстаграм да на инстаграме Егор поставит внутри кабади да все координаты можете писать моей сестре напрямую Егор даст ее координаты всем привет здоровом духе здоровое тело спасибо за просмотр всем пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok